Кадровые перестановки в министерском звене правительства Тувы. Должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства займет Евгений Овсяников, до этого возглавлявший администрацию Тандынского района. Как пояснил Шалбан Караул, при выборе кандидатуры он следовал принципам кадровой политики, согласованной с региональным госсоветом. Глава Тувы поручил создать рабочую группу, которая проведет анализ состояния дел в Минстрое, подготовит свои предложения по улучшению его деятельности с учетом необходимости обновления структуры, штата, а также кадрового состава. Также глава республики сообщил, что он освободил от должности министра по делам юстиции Анну Абрамову по ее просьбе. Новым министром назначен 39-летний Аяс Айун, до этого являвшийся полномочным представителем главы региона и правительства Тувы в судебных органах. Федеральная таможенная служба удовлетворила обращение главы республики Шалбана Караула о наделении тувинской таможни правом принимает декларации на лес, вывозимый за рубеж. Это значит, что экспорт пиломатериала для лесоперерабатывающих предприятий республики станет выгодным. Именно из-за отсутствия у тувинской таможни такого права республика до сих пор не имела возможности зарабатывать на экспорте леса, запасы которого превышают 1 миллиард кубометров. Чтобы оформить его вывоз, экспортеру пришлось бы предъявить весь товар по месту их декларирования. А ближайшая таможня, наделенная необходимыми полномочиями располагалась в Хакасии. Поэтому никто в республике даже не пытался заниматься лесным экспортом. А годовой объем региональных лесозаготовок ограничивался потребностями внутреннего рынка и никогда не превышал 6% расчетной лесосеки. Глава тувы, комментируя решение таможни, подчеркнул, что в данном случае вывозиться должен не лес, кругляк, не сырье, а готовая продукция, сообщается на официальном сайте правительства региона. Миллионный долг по алиментам взыскали судебные приставы Кызылского района. В конце марта 2012 года на исполнение в отдел судебных приставов по Кызылскому и Тарехольскому районам Управления судебных приставов республики поступил судебный приказ о взыскании с жителя посека Кахе алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Согласно документу, удержание алиментов необходимо было произвести с марта 2008 года до достижения совершеннолетнего возраста ребенка. Судебный пристав-исполнитель для определения размера задолженности запросил сведения о размере доходов должника за предыдущий период. На основании собранных документов и справок была определена сумма долга по алиментам – более 1 миллиона рублей. То, что должник накопил столько долгов, выявилось после того, как судебный пристав-исполнитель на основании заявления взыскателя произвела перерасчет. На основании собранных документов и справок выяснилось, что у должника были иные доходы, на которые тоже 25% было обращено в взыскание. И таким образом, благодаря грамотным действиям судебного пристава исполнителя, удалось взыскать такую крупную сумму задолженности. В Туве стартовал второй этап межведомственной общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Главным инициатором этой акции является Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД Тувы. К мероприятию также присоединились квалифицированные специалисты разных медико-психолого-социальных учреждений республики, которые оказывают помощь и проводят консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых, представители казачьего общества «Станица Белоцарская», молодежные волонтерские организации, студенты разных учебных заведений и многих других. Ее цель – это привлечь внимание населения к этой острейшей проблеме, провести разъяснительную работу с гражданами о вреде наркотиков и опасности их распространения, объяснить также гражданам об их праве и возможности сообщить соответствующим органам о лицах, употребляющих или распространяющих наркотики. Как показывает международный и отечественный опыт, самой эффективной мерой по противодействию наркоторговле и распространению наркомании является помощь правоохранительным органам выявления и пресечения наркопреступлений со стороны общественности.